Здравствуйте! На портале Экзогиат.ру с вами Протерей Дмитрий Сизоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о пословице, о присказке, которая приводится в самом начале 18 главы книги пророка Иезекииля. Наверняка вы хорошо с ней знакомы. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Эта фраза стала крылатой фразой, она вошла в наш с вами язык. Эту пословицу придумал не пророк Иезекииль, он лишь воспроизводит ту присказку, которую постоянно повторяли люди, обиженные на своих отцов, обиженные на Бога за то, что они оказались в беде. В случае пророка Иезекииля речь идет об изгнанниках, люди, которые оказались депортированными в Вавилон. И вся 18 глава этой книги посвящена теме суда, справедливости, праведности, вины. И уже одна эта глава дает основание назвать пророка Иезекииля пророком Теодицеи, потому что по-настоящему решается знаменитый вопрос «Кто же виноват?» И виноват ли Бог в несчастьях своего народа? «И было слово Господне ко мне». То есть здесь эту пословицу произносит как будто сам Господь. «Зачем вы употребляете о земле Израилевой пословицу?» То есть что вы имеете в виду, когда говорите «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомено?» Эту пословицу упорно повторяли изгнанники для того, чтобы решить деликатный вопрос об ответственности и о возмездии. «Кто виноват в происходящем?» Изгнанники утверждали, что они стали невинными жертвами чужих грехов. Либо виноваты их отцы, либо несправедлив Бог. И именно в ответ на эти упреки Господь и пророк утверждают, что каждый согрешающий человек лично в ответе за свои собственные грехи. И не нужно искать виноватых и перекладывать вину. Но здесь есть свои нюансы, которые современный человек тоже очень часто обходит стороной. Эта пословица, конечно, приводит на ум другое высказывание из книги «Второзаконие» знаменитые слова из «Десятисловия» «Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающих детей до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня». И так возникает определенное противоречие между личной ответственностью и коллективной ответственностью. Вот этот процитированный текст из «Второзакония» очень часто вызывает недоуменные вопросы, как будто Бог — это коварный мститель. Иначе как понимать это противоречие? И уже книга «Второзаконие» вносит свои нюансы, уточняет. В седьмой главе говорится. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог верный, который хранит свой завет и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов». И поэтому диспропорция между теми, кто хранит верность и получает милость, бесконечно превосходит то несчастье, которое передается на протяжении трех-четырех поколений. И главное, он воздает ненавидящим его в лицо их, погубляя их. Он не замедлит ненавидящему, ему самому лично воздаст. То есть каждый человек должен принять прямые последствия в своих собственных поступках, хотя, как кажется, в десятисловии вначале об этом умалчивается. И если это умолчание понять неправильно, может возникнуть мысли, что Господь наказывает не того, кто виновен, кто заслужил наказание, но его потомков. И пророк обличает своих современников, которые повторяют эту присказку, потому что за этим скрывается их намеренно упрощенное понимание справедливости. Фактически он им говорит, напрасно вы оплакиваете свою участь, если вы тем самым просто пытаетесь уклониться, отрицать свою долю вины в случившейся катастрофе. И опять же он вспоминает слова Моисея о том, что отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываемы смертью за свое собственное преступление. Десять условия фактически констатируют как некую правду жизни, как факт, который никто не может отрицать, и который мы всегда можем наблюдать в истории одной семьи. Например, книга «Бытия» фактически представляет собой историю одной единственной семьи, где мы видим, что поступок, особенно предосудительный поступок, влечет за собой последствия, которые затем расхлебывают, если хотите, страдают другие люди, включая последующие поколения. Однако это не означает, что грех отцов механически переносится на плечи сыновьей. И именно с этим полемизирует пророк Иезекииль. Согласно Десятисловию, Господь навещает или посещает грех отцов. Там не сказано, буквально наказывает, как в наших переводах. И это совершенно другая история. В действительности Бог приходит для того, чтобы наблюдать. Он лишь констатирует последствия, какие последствия те или иные поступки имеют для последующих поколений. И если Господь посещает для того, чтобы наблюдать, то не для того, чтобы наказывать последующие поколения, это было бы делом извращенного Бога, но чтобы предупредить. Необходимо, чтобы человек отвратился от нечестия, в том числе от нечестивого наследия своих отцов, для того, чтобы не погрязть в нем, как в трясине. Итак, грехи отцов не являются своего рода смирительной рубашкой, которую судьба надевает на плечи сыновей. Каждый человек несет, прежде всего, индивидуальную ответственность. И здесь принципиально для библейской этики представление о том, что каждый человек является субъектом, который должен принять на себя ответственность за совершенный им выбор. И никогда этот выбор не оборачивается неумолимой неизбежностью, неким фатализмом. Любой грешник, любой нечестивый свободен, и он может обратиться, то есть отвернуться от своего беззакония, точно так же, как и праведник, свободен, и может обратиться, то есть отвернуться от своей праведности, совершить преступление, если будет у него такое решение. В любом случае, прошлое — это, опять же, не болото, не смирительная рубашка, из которого человек не может сам выбраться. Но вместе с тем, праведность отцов — это негарантийный талон, который во что бы то ни стало гарантирует процветание в будущем. Для каждого человека выбор пути совершается здесь и сейчас. И всегда это нравственный выбор, и на карту поставлена жизнь и смерть. Такова мысль пророка. Человек всегда может изменить свой путь, обратиться к добру, или он может обратиться как к злу, но никогда божественная справедливость не работает как гильотина, как нечто механическое, как какое-то холодное возмездие или неумолимый закон. Тот грех, который человек не может исправить сам, может быть прощен. Человек может быть помилован Богом, потому что Бог медлит с гневом, он долготерпелив, и даже способен взять вину на себя, но при этом никогда ее не стереть. И поэтому, опять же, пророк Иезекииль в этой же главе скажет, «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». И, наконец, другой момент, который возникает в этой главе, это вопрос о коллективной ответственности. Если представить себе литературный контекст, то мы хорошо можем себе это представить в истории старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Старец Зосимы говорит о том, что каждый за всех и за все виноват. Виноват не в смысле того, что он будет наказан или он будет осужден, но в том смысле, что люди живут какой-то общей судьбой и особенно в древности, особенно в традиционных сообществах, иногда и в современном мире мы это встречаем, насколько глубоко человек интегрирован в жизнь своей семьи, своей общности. Ошибка одного бьет по плечам его близких. Именно в этом смысле старец Зосимы говорит каждый за всех и за все виноват. И поэтому существует эта проблема коллективной ответственности, но не как юридической ответственности, а как некое общее бремя, но и общий венец, который несут люди, которые живут вместе. Таким образом, пророк Иезекииль призывает своих современников выйти из роли жертвы, как сказали бы современные психологи, которые они сами себя загнали, обрекая себя на символическую смерть, только отказавшись от этой бесплодной позиции, когда ты ищешь виноватых где-то вовне, обвиняя либо других, либо Бога, но беря на себя свою долю индивидуальной и коллективной ответственности, можно по-настоящему подняться, воскреснуть и выйти из существующего кризиса. Для таких людей все может начать сначала. Иезекииль принимает участие в дискуссии об ответственности и приглашает нас к очень нюансированному, сложному размышлению, так, чтобы не было фатализма, так, чтобы не замыкаться на самих себе, так, чтобы индивидуальные и коллективные аспекты в этих деликатных вопросах были очень тонко взаимосвязаны. В любом случае, он утверждает, что люди должны ясно осознавать последствия своих действий, будучи при этом уверенными, что Господь никогда не оставит своего верного, своего союзника, даже если он выбирает путь, ведущий к смерти. На портале «Экзагет.ру» с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...